Добрый вечер. Это программа «Археология» в студии Сергей Медведев, в студии на студийных часах, 20 часов и 4 минуты. Поговорим сегодня об одной... Археология — это одна из наук. Мы поговорим о науке в целом, о реформе Российской Академии Наук, о событиях последних десяти дней и двух недель, которые буквально всколыхнули далеко не только академический мир, но и вообще всё российское общество. То есть что сейчас можно сказать по прошествии вот этих вот десяти дней? Что блицкрик, который сейчас был объявлен Российской Академией Наук, по всей видимости, не удался. И вот это противостояние с реформой Российской Академии Наук отложено до осени. То есть сейчас во втором-третьем чтении не стали рассматривать закон о реформе РАН. И у нас есть время, чтобы немножко перевести дух, оглядеться и понять, что же, собственно, стоит за предложениями по реформе Российской Академии Наук. И что из себя вообще представляет нынешняя Российская Академия Наук. Потому что речь идёт, конечно, не только о ней, не только об Академии, но и вообще о всей системе институтов, унаследованных нами из российского и советского прошлого. Образовательных институтов, научных институтов, социальных институтов как таковых. Потому что Академия Наук — это не только учёные. Это огромная совершенно, так сказать, корпорация. Если у нас корпоративное государство, то это одна из корпораций, как есть корпорации нефтяников, корпорации бюджетников, корпорации госслужащих. Вот это вот корпорация учёных, которая была создана, заложена десятилетиями. И, соответственно, сейчас, когда произошла такая, так сказать, предложена сильнейшая реформа этой самой корпорации, зашатались её устои, то, естественно, дискуссии в обществе очень острые. Ну и вот эту дискуссию мы решили проанализировать и продолжить в нашей студии с участием двух гостей. Это профессор Высшей школы экономики Владимир Натанович Порус. Добрый вечер. Добрый вечер. И заведующий лабораторией Института молекулярной генетики Российской Академии Наук, профессор Радгарского университета, как я понимаю, это в Соединённых Штатах, Роджерс Университет, Константин Викторович Северинов. Добрый вечер. Добрый вечер. Константин, я хочу вам задать первый вопрос. Вы знаете, я сейчас, готовясь к этому эфиру, смотрел огромное количество материалов по реформе Российской Академии Наук, и один из таких системных, наиболее интересных материалов был опубликован в журнале «Эксперт» в 2009 году, который где-то шесть мифов о Российской Академии Наук, которые вы написали в соавторстве с нынешним министром науки и образования Дмитрием Ливановым и также с господином Сергеем Гуриевым, также бывшим частым гостем этой студии. Вот, я вот хотел вас спросить, вот то, что вы тогда писали относительно неэффективности Академии Наук, относительно рецептов о реформировании. В нынешней реформе вы увидели отголоски вот этого мышления, того 2009 года? Безусловно, да, то есть там было то, что в той статье было давно написано, но уже тогда понимали, в частности, проблему возрастную в Академии и необходимость как-то решить пенсии, стимулировать людей выход на пенсии. В частности, была предложена идея более эффективного распоряжения собственностью Академии Наук, в целях получения, ну назовите это рентой, для создания пенсионного фонда для ученых, которые уже уходят на пенсию. То есть нынешняя реформа, нынешнее предложение, этот законопроект не стал для вас сюрпризом? Нет, 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 более того, я бы считал, что, ну, надо понимать, что ведь этот проект, я, кстати, хочу вас поправить, что второе чтение было пройдено, и поэтому между вторым и третьим чтением надо понимать, что никаких сутевых изменений не будет, там запятые только поставят или выверят текст, ничего больше не будет. В этом смысле закон принят, и закон этот рамочный, его нужно рассматривать вкупе с целой массой других инициатив, которые проводятся сейчас министерством. И, то есть, работа по нему только начинается. Он создает некую очень общую структуру, которая теперь просто должна быть наполнена какой-то конкретикой. Владимир Натанович, а вас удивил этот законопроект, или вы ждали чего-то подобного? Ну, артподготовка началась давно. Одним из мощных снарядов этой артподготовки была как раз упомянутая статья трех авторов. Не единственный это был залп в адрес Академии. Обработка общественного мнения идет уже много лет. Надо сказать, что это события только продолжают, те процессы, которые были и раньше. Критика в адрес Академии наук звучит давно. Поэтому неожиданным был только момент, в который произошел вброс законопроекта в Думу. Надо сказать сразу, вброс довольно гадкий по форме. Потому что совершенно понятно, что за несколько часов обсуждения в Государственной Думе такой законопроект не может серьезно быть подвергнутым критике. Форма, в которой этот законопроект был вообще представлен общественности, на мой взгляд, просто не выдерживает никакой критики. В чем вы говорите гадкий? В чем была эта... А потому что это делается за неделю до окончания весенней сессии. Потому что нет времени на обсуждение. Потому что оно и не предполагалось. Судя по настроению Государственной Думы, этот закон вообще мог быть принят в трех чтениях, едва ли не в один день. То есть вас здесь больше всего напрягает форма, в которой это было сделано? Не больше всего, но в значительной степени. Недаром ее в прессе сравнивают со спецоперацией в тылу врага. Форма это, на мой взгляд, показывает на почти полную неспособность властных структур осуществлять продуктивный диалог со структурами гражданского общества и в первую очередь с научным сообществом. Форма была оскорбительной. И не зря она взволновала так и научную общественность, наверное, и не только научно. Я хочу сейчас понять по содержанию. В чем, собственно, главный предмет спора, главный предмет разногласий между Академией наук, нынешней Академией наук и правительством? Речь идет о собственности, о неких финансовых потоках, разделении науки и администрирования. Константин, как вы понимаете основную суть разногласий? Ну, там такое удивительное, то есть в этом законе есть за что критиковать, в частности, там есть, там описаны рядом вещи абсолютно разных порядков. Не знаю, сделано это было специально или нет, но есть совершенно какие-то мелкие виньетки, типа, важно или не важно, это обсуждается, объединять три академии, сельхозакадемию медицинскую и Большую Академию вместе и переводить членкоров в академики. Вот, на мой взгляд, это настолько несутевая часть, которая, тем не менее, привлекла очень много внимания, и люди стали выяснять, равен ли медицинский академик членкору Большой, или там, ну и так далее. Это было интересно посмотреть. Вот, есть существенная часть в исходном форме закона, она сводилась к тому, что Академия становилась реально клубом общественной организации. Их же даже статус предлагался какой-то, как обществу Динамо или как ДСААФ. Я не знаю про Динамо и ДСААФ. Существенно, то, что эта организация была бы, тем не менее, на государственных деньгах, и все члены клуба получали ренту пожизненную, и за это должны были выполнять какие-то экспертные еще дополнительные функции. А, собственно, институты подвергались бы оценке и переводу или в агентство, которое управляло бы этими институтами в интересах Академии вместе с сотрудниками, переводило бы их в ВУЗы или просто ликвидировало. Это... Это не понравилось, и на эту тему... И это тоже было очень удивительно, потому что про это очень много говорили, но мне, например, совершенно непонятно. По-моему, это ведь собственность, и это Фортов признавал еще в самом начале, еще до того, как начался весь скандал, что собственность, которую Академия имеет, имеет в кавычках, это государственная собственность. Они и распоряжаются. Они и распоряжаются от лица государства. И в этом смысле, безусловно, интересно узнать, насколько эффективно они делают. И кроме того, надо понимать, что со времен Советского Союза количество академических ученых упало, наверное, на порядок. Количество приписанной собственности на самом деле осталось тем же самым. И на мой взгляд, мне, как налогоплательщику, интересно знать, для чего, как для научных процессов необходимы те или другие куски земли, которые приписаны к тому или другому институту. Это важный вопрос. И с другой стороны, эта же собственность должна еще поддерживаться в каком-то состоянии на деньги научного же бюджета. То, что многие не говорят, сейчас часто говорят, что академия недополучает денег. Но для науки она их получает еще меньше, чем кажется, потому что существенная часть этих денег идет на поддержание вот этих газонов. Я не знаю, стригут они эти газоны или нет. Или на решетки. Да, но здесь и газоны. И вот мы вышли все-таки на этот разговор о собственности. Но, знаете, я, как человек тоже имеющий отношение к системе академии наук, я более 10 лет проработал в академических институтах, в институте Европы, который, в частности, был знаком со всей этой частью, где институт мировой экономики и международных отношений, 90-е годы это происходило. И там, конечно, вопрос сдачи в аренду академической собственности, он вообще был ключевым для выживания института. Вот, скажем, в ММО в том самом платили всем так называемые этажные. То есть это большое, кто знает, это большая вышка такая на профсоюзной стоит. Там, не помню, сколько там, 26-30 этажей. Вот, реально из них этажей 18, наверное, сдавалось в аренду различным структурам. Но это позволяло выжить, точно так же, как и у нас в центре, в институте Европы, это позволяло выжить примерно 50% зарплаты. Вот у нас шло из вот этой вот аренды. Но времена ведь меняются. Ну, так что в любом случае здесь, конечно, это большой вопрос. Вопрос о собственности, вопрос о распоряжении эффективном вот этим всем. Владимир Владимирович. Вы знаете, я бы не хотел сейчас сосредоточить все внимание на вопросах собственности. Это важный вопрос, но он требует отдельного рассмотрения. И рассмотрение это должно быть беспристрастным, объективным. Здесь нужны экспертные оценки. Что касается того, эффективно или неэффективно использует Академия наук России свою собственность, то надо учитывать, конечно, не только саму эту собственность, но и время, в которое происходило это распоряжение. Вы уже правильно сказали, что в свое время сдача в аренду помещений институтских помогло просто элементарно выжить институтом Российской Академии наук. А вопрос стоял именно о выживании, причем чисто физическом выживании людей, которые там работали. Я просто напомню, что в 1992-1993-1994 годах, я в это время работал в Институте философии Российской Академии наук, зарплата старшего научного сотрудника равнялась 37 американским долларам, переводим на русские деньги. Для того, чтобы получать хотя бы такую зарплату, необходимо было еще и сдавать помещения. Никаких других способов заработка многие институты не имели. Философы, конечно, были в несколько лучшем положении, потому что им для работы нужны только были бумага, старенькие пишущие машинки или примитивные компьютеры. А что касается других институтов, где нужно было проводить эксперименты, где нужно было поддерживать экспериментальную деятельность и так далее, дело было совсем плохо. И как выживали эти институты, об этом могут рассказать только те, кто там работал. На деньги фонда Сороса, в частности, выживали. Однажды, да, помогали деньги Сороса, однажды какие-то правдами-неправдами доставаемые гранты и так далее, и так далее. Короче говоря, Академия наук была поставлена в течение многих лет в ситуацию, в которой наука жить не может. Не должна и не может. Надо отдать должное ей. Она сумела как-то все-таки выжить, хотя при этом очень многое потеряла. Ну и в частности, она потеряла время. Она потеряла время своего эффективного развития. Теперь, когда говорят, что у нас престарелые академики, что у нас вообще средний возраст работников академических институтов приближается к критическому. Ну он очень высок. Вот у меня здесь выписано, средний возраст академика 74 года, из член Кора 66, доктора 62, кандидата 50, а не кандидата вообще просто 40 лет. Совершенно верно. Совершенно верно. Надо просто понимать, что в течение этих десятилетий никто не шел в институты Академии наук из молодых способных людей. Те, кто были способны работать, они, как правило, стремились уехать за рубеж, чтобы там получить возможность и творческого, и личностного развития. Надо сказать, что вот на протяжении вот этих лет из России уехало около двух миллионов человек. И значительная часть из этой цифры это люди творческие. Тот самый креативный класс, который отчасти принадлежал науке, отчасти бизнесу, отчасти другим сферам активного общественного действия. Россия потеряла эти два миллиона, может быть, не навсегда, но, по крайней мере, на этот критический период. Да, согласен. Но в любом случае мы, так сказать, имеем то, что мы сейчас имеем в результате 90-х годов. И мы имеем, конечно, очень сильно состарившийся научный пул сотрудников и достаточно высокий средний возраст академиков. Ну, хотя, конечно, по мировым меркам это совершенно нормально, и это, я думаю, не должно являться ограничивающим фактором. В отношении Академии наук. Но все же мы имеем, так сказать, достаточно большое, ну, так скажем, социальное обязательство на руках, в лице вот этого вот, сколько, 50 тысяч научных сотрудников и 50 тысяч... Тысяча двести академиков и членкоров, около 55 тысяч научных сотрудников, около 10 тысяч аспирантов, ну, еще есть технический персонал. Ну, да, вопрос, да, вопрос, собственно, что делать с этими людьми, что с ними произойдет в результате реформы. Вы знаете, прежде чем мы уйдем на перерыв, хочу озвучить наш номер телефона 65 10 99 и 6, код Москвы 495. И, вы знаете, я хочу так немножко заострить вопрос, нужна ли Россия Академия наук в ее нынешнем виде, в ее нынешнем состоянии? Нужна ли Россия Академия наук 65 10 99 и 6? И прежде чем идем на перерыв, давайте возьмем один звонок. Виктор на линии. Добрый день. Добрый вечер. Ну, конечно, какой кавалерийский наскор делает мало части организаторам. И тяжело послушать, какие кадровые потери понесли Академия, тоже два милия началось уже в это время. Я просто хотел поделиться одним примером, с которым столкнулся, занимаясь участком ремонта штриховым бизнесом. Есть у нас район Сыглова, там Игорский проезд, есть такой, на углу Сыглова улицы есть какой-то научно-исследовательский институт, представительский академия. Вот этот домик Игорский 8 находится на ее территории, и мне как-то на глаза попал список часов, то есть поделились квартир, до его полного заселения. Порядка 20% квартир имели фамилию, очень исходную с фамилией одного из руководителей института. Вот как они выживают. Ну понятно, то есть здесь вопрос о все той же собственности, управлении собственностью. Ну кому-то не понравилось, наверху решили, что в принципе они тоже хотят. Ну ясно. Хорошо, Виктор, спасибо. Напоминаю, наш телефон 651099,6. Нужна ли Россия Академия наук в ее нынешнем состоянии? Мы сейчас уйдем на перерыв. Реклама И снова добрый вечер, программа «Археология». Говорим сегодня о реформе Академии наук и нашей гости, профессора Высшей школы экономики Владимир Порос и заведующий лабораторией Института молекулярной генетики Российской Академии наук Константин Северинов. Вы знаете, вот одна из вещей, которую доводится слышать, что вот первое, к чему апеллирует, что вот Академия наук, идущая от Петра Первого. Вот эти вот, так сказать, трехсотлетней давности тени постоянно у нас возникают. Я хочу сейчас понять, в какой степени это действительно такая вот старая академическая институция, была ли она таковой в России в царское время, или она все-таки больше продукт советского времени и была создана в уже там сороковые-пятидесятые годы. Вы на меня вспомнили, что вы меня слушаете? Ну, вы уже упоминали статью, которая Сереже Гавриевым и Сливановым была написана, и там как бы это был один из тех мифов, который развенчивался. То есть я не понимаю, почему наука, которая наиболее обращенная вперед, по-моему, область человеческой деятельности, должна все время в нашем случае оглядываться назад и искать свой исток какой-то. Мне не кажется, что Петр действительно основал Российскую академию, и она в значительной степени своего существования в императорские времена была просто действительно клубом. И там были действительно иногда очень выдающиеся ученые. А были иногда, вот как отмечено в литературе, князья-дундуки. В советское время академия стала еще и министерством, фактически управляющим вот тем самым... Фактически министерством науки. Министерством науки, которое, но параллельно при этом так оказалось, что она же еще и была вот таким ариапагом. И там действительно были исключительно выдающиеся на все наши знаменитые ученые, действительно, Ландау и так далее. Они как бы там были. Харитон. Но там было много дундуков. За последнее время их стало гораздо больше. И когда мы жалеем академию, мы жалеем вот эти тени прошлого в виде великих людей каких-то, про которых мы думаем. Но ведь сейчас этого нету. Сейчас действительно есть министерство. И в этом смысле то, что наш замечательный бывший соотечественник Андрей Гейм сказал Ливанову, когда обсуждался на общественном совете вот весь этот казус, он сказал, что никто не замечает слона в лавке, потому что здесь два министерства. Андрей Гейм — это вот создатель этого Нобелевского лауреата, создатель Графена. Это первый открыватель Графена. Вместе с Новоселовым. Но просто у нас действительно удивительная ситуация, когда есть в доме два министерства в науке. Наука мало, а в министерстве сразу два. МОН и, собственно, академия. Это очень странная ситуация. То есть, по большому счету, речь идет об одном большом ведомстве, да? Нет, может быть, ведомство, которое распределяет ресурсы общества в интересах этого общества, и может быть исключительно квалифицированное экспертное сообщество в виде академиков, которых туда приняли за действительные, настоящие научные заслуги. У нас же проблема в том, что и здесь тоже у нас все дискредитировано, и слишком много академиков, не имеющих на мировом... Ведь, чтобы стать академиком, а не членом Академии наук, а не сотрудником Критического института, нужно, это так написано, просто по положению, внести фундаментально выдающийся вклад в развитие мировой науки. Вот, из тех 1200 академиков, которые у нас сейчас есть на руках, я думаю, существенно больше половины этому критерию не соответствуют никоим образом. С этим надо что-то делать, потому что организация демократическая вроде как, да, и сама себя как бы выбирает и поддерживает. И когда вы переходите какой-то порог качества, вы уже обратного не вернете никогда, а управление все равно остается в руках этих людей, это очень плохо. Ну да, особенно учитывая, скажем, то, что мы последние месяцы, уже последний год наблюдаем диссергейт, весь скандал с кандидатскими докторскими диссертациями. Ведь академия от него дистанцировалась, но здесь очень много лукавства есть в том, как академия... Вопрос идет, скажем, тоже речь идет об избрании академиков, особенно, скажем, если вот есть академии там в национальных республиках, которые избираются академики и так далее. Плюс сейчас присоединяются академики сельскохозяйственные. Вот в этом, на мой взгляд, самая большая противоречие или неправильность предложенного закона, потому что сливание трех академий, безусловно, приведет к понижению качества среднего объединенного академика. Если не будет произведена какая-то качественная переоценка нового состава, и эти люди действительно будут заниматься экспертной функцией важных государственных проектов, технологических, инновационных, научных, то будет плохо. То есть, по сути, это некая большая бюрократическая корпорация, которая в последние даже не годы, а десятилетия во многом занималась, собственно, самовоспроизводством своих фондов, своих ресурсов и своего административного статуса. Ну, при этом, производя, естественно, научные исследования. Она имеет отличие от других корпораций. Понимаете, вот если милиционер, то он в погонах, и от него никто ничего не ждет. А здесь, с одной стороны, это корпорация, с другой стороны, чуть что, они всегда могут сказать, что мы в домике, мы великие ученые. И они действительно великие ученые по статусу. Так написано. У них специальный значок есть. Владимир Натанович, вот как Вы считаете, можем мы относиться к РАН, как еще одной, так сказать, одной из корпораций, на которых строится современное российское государство? В своем нынешнем состоянии, да. Это действительно так. Этот корпоративный налет лежит на Академии, которая его не изобрела, а его она усвоила от всего корпоративного строя, в котором мы сейчас обретаемся. Все критические замечания, которые вот Константин сейчас сделал, и не только ООН, это в прессе широко обсуждаются в адрес Академии наук, как корпоративной системе, которая часто свои корпоративные интересы ставит выше научных и государственных. Я считаю, что во многом они справедливы. Но должен заметить, что система Академии наук не в большей степени прогнила в своем корпоративном статусе, чем многие другие системы, как государственные и политические, так и общественные. Здесь, конечно, необходимо учитывать историю. И то, что в составе Академии наук очень много чиновников, которые пролезали в эту Академию правдами и неправдами, это не украшает Академию, но это не украшает наше общество в целом. Потому что мы прекрасно знаем, из каких соображений академики часто наступали на свою совесть и принимали в свои ряды людей, совершенно не занимающихся наукой и не имеющих к ней никакого отношения. То же самое, кстати, относится и не только к Академикам, это относится вообще к Институту научных степеней, научных званий и так далее, и так далее. И вот этот самый диссергейт, который почти по времени совпал с попыткой реформирования Академии, он это отлично показал. Кстати, первый удар был нанесен этим диссергейтом как раз не по структурам Академии, а по университетской науке. Фальшивые диссертации, ну и кумовство, и отвратительная работа диссертационных советов, все это известные реалии, которые мы знали задолго до того, как они стали достоянием гласности. Ну да, то есть это все проблемы действительно, но что же тогда, хорошо, в этой ситуации делать, что вас тогда не устраивает вот в этой предложенной реформе Российской Академии наук? Прежде всего, меня не устраивает то, что здесь надежды возлагаются на некоторые чиновничьи структуры, которые якобы заменят прогнившую насквозь корпоративную систему Академии. То, к чему прикасаются чиновники, как правило, превращается, ну не хочу употреблять сильных выражений, то есть в определенную субстанцию, скажем так. Мы видим масштабы воровства, хищения, некомпетентного управления, авантюрности различных проектов. И все это не имеет никакого отношения к Академии, а все это реальная практика наших министерств, ведомств и различного рода чиновничьих структур. У меня нет абсолютно никакой уверенности в том, что замена корпорации под названием Академия наук на корпорацию под названием, скажем, объединенное министерское управление российской наукой даст какие-то положительные результаты. Чиновники уже показали себя, у нас есть опыт, причем опыт не исторический, а опыт вот актуальный, который у нас на глазах. Ну, избитый пример, скажем, известно, что годовой бюджет всей Академии составляет примерно полтора-два миллиарда. Два миллиарда, 58 миллиардов рублей. А вот недавно был затребован, как с традицией из Франции, чиновник, бывший министр финансов Московской области, который сам лично, по обоснованному подозрению, уволок у государства 25 миллиардов рублей. То есть, это, в общем, вполне... Для нынешней России, скажем, по масштабам Олимпиады в Сочи, это просто какие-то настолько смехотворные деньги, да, это одна тридцатая стоимость Олимпиады в Сочи. Совершенно верно. Годовой бюджет, годовой бюджет Академии наук. Совершенно верно. И поскольку мы знаем масштабы воровства, пронизывающие наше государство сверху донизу, то у научного сообщества и общества в целом должны возникать естественные подозрения. Не меняем ли мы уже привычное зло на зло, которое придет на смену ему и будет еще хуже. Но все-таки признаем мы состояние привычного зла, да, и каким-то образом его реформировать надо. Просто ведь это какой-то путь в никуда совсем. То есть, вот я как бы вас услышал, и что тогда? Все-таки мы работаем, в частности, для будущего, для молодых и так далее. И вот возможность что-то менять, вернее, само изменение чего-то при всех рисках и прочее, оно дает какой-то шанс создания чего-то нового. Вот мы до передачи говорили, например, с вами про вышку, как некий качественно новый экспериментальный, наверное, еще вуз, который вот создался, которого раньше не было. Новая модель, которая заиграла. Хорошо иметь новые модели. Поддержание старого, кормление всех и вся заслугами столетней или двухсотлетней давности, апелляция к тому, как было раньше хорошо, вот это точно совершенно путь в никуда в условиях, когда целый ряд стран просто начинает резко наращивать свою научную деятельность. Просто понятно, что это ни к чему не приведет. Согласен с вами полностью, но неправильная посылка, почему ничего не делать? Почему это шаг никуда? Нужно делать настоящую реформу. Ну вот мы сейчас поговорим, прежде чем мы сейчас еще поговорим о том, как вам видится, какой вам видится реформа РАМ, я хочу еще раз сказать номер нашего студийного телефона 651099,6. И наш, ну, отчасти провокационный вопрос, нужна ли России Академия Наук? Да, может ли страна прожить без Академии Наук, скажем, Америка? Что нам делать с Российской Академией Наук? Нужна ли она вообще? В Америке есть Академия Наук. Ну, она не имеет той, она именно как некий консультативный клуб такой. Мы сравним Российскую Академию Наук, соответственно, с немецкой, с французской. Но пока я хотел бы услышать наших слушателей. 651099,6. Нужна ли России Академия Наук? Ну, а я хотел вот что спросить. Вот как нам замерить эффективность существования нынешней РАМ? Потому что те критерии, которые сейчас предлагаются, да, вот это, как называется, библиометрика, да, по публикации. Это является достаточным критерием эффективности оценки большинства академических институтов? РАМ как таковой. Мне предлагаете? Да. Ну, это, безусловно, мера, которая зависит от области и нужно нормировать по области исследований. Но внутри каких-то областей сравнения возможны. И сравнения, к сожалению, не в нашу пользу. Причем вопрос даже не столько в том, что мы публикуем мало статей, ну, вот в тех, естественно, научных областях, для которых я, ну, как-то что-то понимаю. А что мы публикуем статьи, которые хуже, чем те статьи, которые публикуют другие страны, которые более развитые по отношению к нам или к нашим конкурентам, например, по Брику. То есть их мало, наших статей, но их еще никто и не замечает. Вот наука, которую никто не замечает, она, на мой взгляд, бессмысленна. Ни ты никому, ни тебе никто. Вы знаете, у меня тут тоже какая-то статистика есть. Есть вот так называемый индекс Хирша, вот этот индекс цитируемости, который учитывает и количество цитат, и как бы глубину цитированности, сколько она распространяется, эта цитата, повторные, третичные цитаты. Так вот, по этому индексу у нас из всех академиков проходит только один, Алферов, Джарас Алферов. Ну, то есть, если там он индекс, по-моему, 52 должен быть, ну, для... Сейчас я скажу, где это я смотрел. Ну, сейчас я, пожалуй, не найду. Проходит по, кажется, по американским критериям. В Америке, вот, когда я живу, когда я живу как американский профессор, там про это никто не слышал и не знает. Я вообще про все это услышал здесь. Но там это не нужно, потому что есть другие критерии оценки эффективности. Ну, суть в том, что вот этот индекс Хирша, который, так сказать, смотрит по крупнейшим там западным ученым, там есть какой-то, как бы, минимальный признанный уровень качества, который там порядка где-то 50. Вот этот индекс Хирша. Я не слышал, но факт остается фактом, что Хирша, действительно, индекс Хирша показывает, насколько ваша работа интересна другим. И, к сожалению, среди российских академиков, именно членов Академии, есть очень много людей, результаты научной деятельности, которых неизвестно никому. Причем есть такая отговорка, что потому что они ковали щит Родины и где-то там как гномы вели закрытые разработки. Но, к сожалению, там много и людей тех специальностей, которые заведомо... Они просто ничего не ковали. Хорошо. А сравнить вот нас... Говорят, что похоже Академия в Китае. Академия наук Китая была срисована с Академией наук СССР в свое время. Насколько эффективна такая же возможность управления наукой в Китае по сравнению с российской? В Китае все не так, потому что, слава богу, у нас не было товарища Мао, но он устроил культурную революцию, поэтому Академия там была немножко не в том состоянии, в котором она была у нас, когда Советский Союз развалился. Это раз. Во-вторых, из-за Тянамыни выехало огромное количество молодых ребят, и количество китайской диаспоры несравнимо с количеством русской диаспоры научной. Вот вы упомянули 2 миллиона, я не знаю, с каких десятки миллионов китайцев находят. То есть западные университеты, они китайские, они русские. Русских там днем с огнем не сыщешь. Вот. И после того, как коммунистическая партия Китая сделала упор на привлечение и возвращение китайских ребят обратно, был проведен ряд мер, в итоге они стали возвращаться, они возвращаются не в систему Академии наук, это безусловно, никто не... Более того, был недавно скандал, когда исключительно крупный ученый из Принстона, китайский, вернувшись и став директором Большого института по молекулярной биологии, подал в Китайскую Академию, она повела себя так же, как повела бы Российская Академия в этих случаях и прокатила его. Вот. И был большой скандал, и он пообещал, что больше он с этой Академией не будет иметь дела никогда. Ну вот я хочу понять, насколько такой институт, как Академия наук, вообще в мировом контексте востребован? Ну вот с Францией, с Германией сравнить, вот в Германии общество Макса Планка, это не то же, что наша Академия наук? Нет. У нас свой опыт, здесь уже шла речь об истории. То есть у нас достаточно, у нас это уникальная структура. по мировым меркам Российской Академии наук. Если угодно, да. Я бы сказал так. Наша Академия наук носит ярко выраженный имперский характер. Она могла существовать только в условиях империи. Сначала дореволюционной империи, потом империи большевиков. Она на себе носит все достоинства и все грехи Российской империи. Там, где не было империи, там по-разному определялись и судьбы, и перспективы науки. Ну, я не очень понимаю, почему это так важно. Скажем, в Америке один способ развития науки, история у них своя, у нас своя, в Германии своя и так далее, и так далее. Главное, чтобы наука развивалась, а в какой форме, об этом можно спорить, о том же обсуждать. Это вообще предмет конкретного разговора. Это очень правильно. И вот здесь, в этом смысле, Академия вообще не важна. Скорее, важна российская наука, а не форма, в которой она заключается. Проблема в том, что с Российской наукой сейчас плохо. Бог с ней, с Академией. Вот это важно понять, почему она и как бы это улучшить. Я согласен с этим. И здесь, я думаю, что и Академия наук, и университетская наука, это, я бы так сказал, это верхушки несуществующего айсберга. Если рассматривать коренные причины, ну, скажем, снижение уровня науки, мягко выражаясь, российской, то их нужно искать в общем падении престижа науки, как социального статуса, как профессии. Это развал определенной системы культурных ценностей, на которые ориентируются люди. Это потеря доверия к научным институтам и к образовательным институтам. Это вообще уход научных и образовательных учреждений на периферию культурной жизни. Вот я думаю, что именно в этом состоит коренная главная причина отставания или недостаточных темпов развития российской науки. Да, Владимир Антонович, здесь очень такую глубокую метафору сказали, действительно, что это верхушки несуществующего айсберга. Но и в этой связи действительно встает вопрос, а нужна ли нам тогда, как таковая Академия наук? Еще раз хочу его нашим слушателям повторить. Нужна ли Россия в нынешнем виде ее Академия наук? 65, 10, 99, 6. Сергей на линии. Добрый день. Добрый день. Ну, вы знаете, мне кажется, здесь даже и спорить нечем. Она не то, что нужна нам Академия наук, она жизненно необходима. И я хочу в ее защиту сказать, что несмотря на все трудности, которые были за вот этот постсоветский период, да, не знаю, как насчет развития, но мне кажется, основная задача стояла сохранить хотя бы то, что было. И многие вещи, они сохранены для того, чтобы можно было развиваться дальше. И ей нужно не разваливать ее методом введения очередных эффективных менеджеров, а помогать и развивать то, что было. Потому что другого развития не получится. Нет, ну а что, Сергей, ну а что было? Вот последнее, что было последние 25 лет с Академией наук? Какие у нас были прорывные открытия? Сколько у нас нобелевских лауреатов, которые из наших, да, не из тех, кто из России уехал и работает в западных институтах, а сделаны именно в российских институтах? Это, конечно, прекрасно прикрываться тенями прошлого. Какие традиции развивать? Причем здесь тени прошлого-то? Ну, извините меня, там недоразвитие было, я еще раз повторяю, хотя бы сохранить. У нас, например, вот прикладная наука, она как таковая уничтожена полностью практически. Посмотрите, сколько было в Советском Союзе прикладных институтов научно-исследовательских, так называемых НИИ. Их уничтожили одних из первых. А теперь у нас требуют от наших академиков, что их разработки не внедряются. А кто их будет внедрять, когда прикладной науки-то нету практически? Где ее внедрять? В Думе? Или, может быть, в Высшей школе экономики ее внедрять? Кстати, здесь представитель этой замечательной школы вспомнил про Дундуков. Вы знаете, вы абсолютно правы, потому что вот именно о них и кладят. Следующий вопрос у меня про цитируемость. А скажите мне, пожалуйста, а вот Светоч вашей современной науки, Гуриев, а его уровень цитируемости какой? Я думаю, Сергей Маратович, очень высокий уровень цитируемости, как раз один из самых высоких в российской экономической науке. Причем здесь экономическая наука? Я имею в виду в Европе, в мире. Да, в Европе. Нет, вот вы, Сергей, вот здесь мы слушали вас с вниманием, но вот здесь вы как-то, извините, попали пальцем в небо, потому что, так сказать, к Гуриеву можно по-разному относиться, но как раз по индексу цитируемости он в одиночку вместе с своей женой, они вдвоем вытягивают, просто берут самые рекорды по индексам цитируемости. Извините, я хотел бы унести некоторую ясность, тут вот меня, уважаемый радиослушатель, назвал представителем высшей школы экономики. Я тоже, кстати. С гневными нотками в голосе. Я выступаю здесь от своего собственного имени, хотя высшая школа экономики, на мой взгляд, это один из самых передовых и прогрессивно развивающихся университетских центров в России. Я надеюсь, что в скором будущем и в Европе. Вот этот вопрос о соотношении академической и университетской науки мы поставим после перерыва. Пока что напомню, что говорим мы о реформе РАН. Наши гости Владимир Форус и Константин Северинов. Мы уйдем на небольшой перерыв. И снова добрый вечер программы «Археология». В студии Сергей Медведев. Говорим сегодня о реформе РАН, которая, так сказать, очень активно была предложена в течение последних двух недель. Но вот между вторым и третьим чтением затормозилась. И ждем окончательного решения судьбы РАН по осени. Осенней сессии Госдумы. У нас в гостях профессор Высшей школы экономики Владимир Форус и заведующий лабораторией Института молекулярной генетики Российской академии наук Константин Северинов. И на линии у нас гость Игорь Михайлович Бунин, директор Центра политических технологий. Игорь Михайлович, добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, как нам вот это вот предложение по нынешней реформе РАН понимать в нынешнем политическом контексте? Это какое-то... И почему она была выдвинута именно сейчас? Это некая долгосрочная стратегия? Или это какой-то ход в борьбе, так сказать, с остатками либеральных начинаний Медведевских? Ну, на самом деле, эта реформа готовилась давным-давно. И автором реформы даже называли министра образования Ливанова. Еще четыре года назад в своей статье для издания «Эксперт» с автор с директором РЭШ Сергеем Гуриевым. И вот, конечно, да, и с Константином Северином, который в нашей студии сейчас. Да, он, так сказать, развенчал шесть мифов в Академии наук. О том, что... Которые вообще всегда звучали, что она преемник Петровской Академии, что о научной автономии российской науки, о большей эффективности РАН по сравнению с иностранными конкурентами, об эффективности организационной формы РАН, об исключительной конкурентной способности РАН, о предвзятости внешних оценок в отношении российской науки. Ну и, в общем, ситуация РАН к этому моменту была весьма печальной. Что объяснимо с точки зрения организационной формы, потому что РАН, на самом деле, это было министерством, крупным министерством, которое распределяло... Там не было уже динамизма, средний возраст, сейчас Академика 65 лет, коррупция, значительное снижение числа научных публикаций, неэффективное управление хозяйственными площадями. Потом еще РАН оказался в трагической ситуации, потому что в этот период выживать можно было только за счет задачи аренды, сдавалась аренда. Ну и в результате, за исключением неких инициативных групп, таких, которых было достаточно много, и динамичных лабораторий, в общем, это, конечно, было достаточно печальное зрелище, и готовилась эта реформа, но никто не решался. Особенно при Осипове, даже с Осиповым никак не могли справиться. Почему решили сейчас? Я могу... У меня есть такая версия, что Блицкриг готовился именно в этот период, потому что Путин, в общем, не отказывается от своих идей. Эта идея принадлежит, конечно, прежде всего президенту, но и Фирсу, не только ему, но и, конечно, и Фурсенко, и, главное, Ковальчуку. Ну и при последних выборах, значит, с Ковальчуком поступили не очень хорошо. Я думаю, что тут добавилась некая эмоция, и в результате этой эмоции это было сделано без обсуждения с Академией. Я думаю, что, правда, обсуждение бы ничего не дало бы, все бы завязло, но без обсуждения, без минимальных демократических форм и было принято жесткое решение. Оно носило несколько махиеверистский характер, потому что ясно было, ну, во всяком случае, любому политологу было ясно, что будет очень сильное сопротивление, потому что, на самом деле, у Академии наук, у академиков, у корреспондентов и просто ученых отнимали хлеб на сущный, вот, и они должны были бороться до последнего. Они и начали бороться, и тут выяснилось, что, а, придется ломать сопротивление научной интеллигенции, раз, а, во-вторых, ученые в России пользуются очень большим авторитетом. Это реально, есть некий миф о величии российской науке, советско-российской. Это и любое, и сразу же этот сопротивление бы встанет на поддержку общественного мнения. Ну да, мы сейчас, собственно, это наблюдаем. Шаг назад, шаг назад сделали, ну и таким образом нашли компромисс, при этом получили самое главное, что хотели получить, то есть отняли хозяйственную деятельность Академии, и, по-чуть, через некоторое время, Игорь Михайлович, да. Игорь Михайлович, вот что я хочу спросить, логика вообще в общей логике власти, потому что вот была статья, вот я хочу на вашу статью в ведомостях, которая была опубликована с Алексеем Макаркиным, что вот как бы власть одной рукой проводит очень ультраконсервативную повестку дня, и другой рукой проводит жестко вот эти вот драконовские либеральные реформы по демонтажу социального государства. Ну они скорее не либеральные, потому что либеральные реформы проводятся, что обсуждая проблему как таковую с общественностью, здесь никакого обсуждения не было, скорее технократические реформы, и вообще все реформы, которые проводятся, они, значит, технократический характер, это реформы сверху, они не либеральные, они могут быть по содержанию, но по решению проблем это не либеральные реформы, с моей точки зрения. Власть, да, действительно, пытается создать себе консервативное большинство, такое молчаливое большинство, и поскольку у нее все меньше и меньше денег, то предпочитает опираться на мораль, нравственность, некие принципы, семью, и так далее. Да. И таким образом, сколачивая отхук, и очень временно, это консервативное большинство, которое, на самом деле, очень сильно внутренне раздражено. Ну, по сути, повестка дня при этом достаточно технократична, и здесь это что касается реформы ЖКХ, реформы здравоохранения, реформы образования. Да, и при этом проводят технократические реформы. Вот, и это, конечно, ноги раздъезжают, это такой диссонанс, очень сильный диссонанс для власти, и достаточно опасность для власти, потому что она не опирается на модернистские слои, которые перешли в болотный, в оппозицию, с одной стороны, а с другой стороны, вынуждены проводить технологические реформы. Часть из них, это просто необходимость найти деньги, ликвидировать коррупционные кормушки, ну, в каком-то смысле, реформа Академии наук имела этот характер, ликвидацию коррупционной кормушки. Но политически это все выглядит достаточно странно, с моей точки зрения, потому что нет системности, и законченности действия власти. Спасибо, спасибо, Игорь Михайлович. У нас на линии был Игорь Михайлович Бунин, директор Центра политических технологий. Ну, вот как раз вот эта тема, то, что реформа была проведена без должного учета интересов, даже не учета интересов, а обсуждения этой темы с научной интеллигенцией, естественно, сейчас сформировался такой значимый протест. Этот протест, как вы считаете, он во что-то перерастет, или сейчас как раз летним сезоном это все заглохнет, и к третьему чтению в Госдуме закон будет принят в том виде, как он сейчас существует. Константин. Опять я. Для третьего чтения и для последующей реализации закона потребуется большая деятельность по разработке различных подзаконных актов, создания различных советов, создания системы экспертизы и т.д. и т.п. И это вот при условии, что удастся научное сообщество выиграть на этой стадии и привлечь их туда, причем я полагаю, что важна именно наиболее активная часть или перспективная часть научного сообщества. Безусловно, те академики, члены академии, которые являются специалистами и выдающимися учеными в своей области, то, я думаю, особых проблем не будет. Самый большой камень преткновения будет реализация реформ уже на земле, когда если вдруг выяснится, что в краткосрочной перспективе резко ухудшатся условия научного труда, как-то перебой с зарплатами, а что еще хуже, для меня, по крайней мере, это перебой с финансированием, собственно, до исследований, вот, то тогда, конечно, будет очень плохо. Но вы предполагаете, что эта предложенная структура управления может быть эффективной, перераспределение тех же самых бюджетных средств через, вот, как сейчас предлагается, федеральное агентство? Я не вижу никакой разницы, то есть, вот, я там где-то уже высказывался на эту тему, то есть, для меня чиновник, который рядится в академические одежды, ничуть не лучше просто чиновника. Я даже подозреваю, что второй для меня более приятен и понятен. Вот, поэтому, надо, вот эта идея, что якобы сейчас все чаяния простых научных сотрудников выражали такие умудренные опытом старцы, академики, которые действительно знают и понимают, что же такое есть, вот это сидение с пипетками и пробирками за научным столом, лабораторным столом, это же фикция, это то, что очень удобно для действительно академического начальства, но все эти люди, они просто чиновники. 65 10 99 и 6, телефон студийный, телефон прямого эфира, позвоните нам и скажите, нужна ли России академия наук в ее нынешнем виде? 65 10 99 и 6. Я что хочу спросить, а можно ли вообще разделить академию наук? Может быть, российская наука существовать без академии? За счет фундаментальных, вот есть Российский фонд фундаментальных исследований, есть отдельные прикладные направления, есть университетская наука. Вот если вот эти все направления будут развиты, зачем нам вообще академия наук как такой большой перераспределительный механизм? Это ко мне вопрос. Да. Можно иначе поставить вопрос, а зачем нам нужны университеты? Можно и без них обойтись. Вопрос этот носит, на мой взгляд, совершенно конкретный характер. В данной исторической ситуации, учитывая историю и традиции, учитывая сложившееся соотношение сил, в научном сообществе. Академия наук нужна. В России. Ставить вопрос абстрактно, нужна ли она вообще, где-нибудь, как-нибудь и когда-нибудь, невозможно. Есть страны, которые обходятся без таких академий и прекрасно развивают науку. И это ничего не доказывает и ничего не опровергает. Речь идет о разумном соотношении между университетской наукой, отраслевой наукой, или, как говорят, прикладной, и академической наукой нынешней. Вот это соотношение нужно искать. Ну, вот Константин сказал, что ему больше приятен чиновник, не имеющий академического облачения. Я не знаю, это вопрос вкуса. Нужно говорить, в общем-то, о результатах действия чиновников. Еще раз повторяю, для того, чтобы власть проводила жесткую модернизационную политику, принимала нелегкие технократические решения, она должна обладать авторитетом. Этот авторитет власти сейчас настолько подорван, настолько находится под сомнением, что никакой уверенности в том, что власть справится с этими задачами в ближайшее время нет. Поэтому я думаю, что примут закон в третьем чтении, не примут его. что существование этого закона по сути своей ничего не изменит в положении российской науки. Оно как есть сейчас неудовлетворительно, так оно останется и впредь. Потому что этот вопрос не решается тремя чтениями Государственной Думы и законами, подзаконными актами. Это вопрос громадных, социальных и культурных преобразований. Дорога в тысячи ли начинается с одного шага, ведь с чего-то нужно начинать эту реформу. Соглашусь, что изменения организационных форм, в которых российская наука находится, мало как поспособствует улучшению ее состояния, потому что есть просто каждодневные проблемы существования, связанные с оторванностью нашей науки от мировой науки, отсутствием мобильности, невозможностью в случае экспериментальных наук получения доступа быстрого к реагентам оборудования и так далее. То есть у нас есть таможня, есть еще масса всякой ерунды, которая мешает нам жить. И, безусловно, это мешает нам жить больше, чем отсутствие денег, или чем наличие того или другого чиновника, управляющего починкой крыши в институте, или сдающего, вернее, сдающего площади. Но сдает и сдает, бог с ним. — 65, 10, 99, 6. Нужна ли России Академия наук в ее нынешнем виде? Антон. — Да. Здравствуйте. Я вот тоже работал в свое время в Академии. Алло, алло. — Да-да, мы вас слушаем. — Слышно, да? — Да-да. Я в определенный момент оттуда ушел, и я работал в той Академии, как раз, которая была советская. И, в принципе, там было много действительно того, что очень не соответствовало статусу академика, так или статусу вообще работы академической. То, что, вот вы говорите, Долдоновых называли, да? Это присутствовало. Хотя было и хорошее, и, так сказать, вот уничтожение вообще-то академической науки, оно произошло очень давно. Оно произошло с самой большой силой, когда был принят закон на государственных закупках и тендерах. Сейчас говорить, будет у нас Академия или не будет, совершенно не важно. Потому что, например, в рамках этого закона, который у нас работает, не может работать ни одно живое дело. Это действительно. Ну, то есть там самая простая... — Академия больше не является, не выполняет закон номер 94. Там есть другая система, контрактная система закупок. — Ну, контрактная система, но вы любой, все равно вы будете по этому закону проходить тендеры. Понимаете? А прохождение тендеров, например, в биологической науке невозможно. То есть у вас все сдохнет, прежде чем вы получите оборудование. Или какие-то материалы, да. — Ясно. — Собственно, надо ли сохранять эту Академию, если под ней базы уже нет экономической? — Понятно. Понятно, Антон, спасибо. У нас просто кончается время в эфире. Есть время буквально, чтобы здесь еще один звонок. Александр. — Алло? — Да, добрый вечер. — Значит, ну я полагаю, что Академия наук все-таки нужна. Хотя, конечно, в данном виде она уже не совсем та Академия наук. Однако вот та реформа, которая сейчас планируется, она не улучшит, она окончательно ее угробит. — Понятно. Спасибо. Ну вот такие мнения наших слушателей. Ваши буквально вот последние последние 30-40 секунд у нас есть. Вы можете по одному мнению сказать. Как вы считаете, какие, если реформа будет принята, это может стать началом некого нового развития для Академии наук? — Я очень верю в вузовскую науку. Я считаю, что ученые должны учить. Я думаю, что будущее за ней. — За исследовательскими университетами, за... Не, ну и вообще даже сейчас бюджет РАН — это 60 миллиардов, бюджет российской науки — 300 миллиардов. Даже это уже дается отношение. — Владимир. — Ну, скажу коротко. Вузовская наука, безусловно, перспективна. Но ее еще нужно сделать. У нас пока нет вузовской науки. Есть только первые ростки, обещающие что-то. Но пока от этих обещаний нужно еще перейти к их реализации. — Понятно. Это был Владимир Порус, профессор Высшей школы экономики Константин Северинов, заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН. Ну, а тебе скажу, что у нас, наверное, здесь извеченный конфликт формы и содержания. Если по содержанию эта реформа действительно назрела, как мы все слышали в течение последнего часа, то форма, в которой она была сделана, оставляла желать лучшего. Это программа «Археология». Доброй ночи и удачи!